Поэтому вы не переживайте, нам 50% сделать оплату и все. Я просто не пойму, да, в чем проблема, почему мне нужно что-то куда-то переводить. Нам просто, смотрите, нам просто нужно переводом, что пока мы наличку не можем взять, просто переводом с карты на карты. По оплате там 72 тысяча вышло. Вот, давайте руководителю, сейчас передам телефон, поговорите с руководителем. Давайте. Что он скажет? Возьмите. Алло, да, добрый день еще раз, меня зовут Андрей, руководитель серии САМ. Еще я могу помочь вам. Только что я разговаривал с мошенниками, вот с самыми настоящими, живыми, настоящими мошенниками, которые, да, пытались развести меня на бабки, а совсем недавно они пытались развести на бабки нашего клиента. Клиента спасла бдительность, ну а меня спасло то, что что-то у мошенников в голове там в самом конце поломалось, и они прям за одну секунду спалили всю свою контору. Итак, рассказываю про новую мошенническую схему, новый развод. Ну, сорян, если он не новый, ну, я про него еще до этого не слышал. Жертвами этого развода могут стать абсолютно все, кто отвечает на звонки с незнакомых номеров. И в чем прикол, в чем уловка? Прикол в том, что вот в данном случае, вот в данном конкретном случае, вы будете ждать звонка с незнакомого номера. Именно поэтому вы на него и ответите. И нарветесь на мошенников, и дальше вы поймете, что вас нагрели, вас обманули, когда будет уже прям совсем-совсем-совсем поздно, и вы будете, причем вы будете до последнего уверены, что никаких мошенников не было. Итак, началось все с того, что к нам обратился наш постоянный клиент. Я напомню, у нас сервис по ремонту, обслуживанию и дооснащению BMW, плюс у нас хороший кузнавной цех, плюс мы занимаемся реставрацией, мы давно работаем, нас любят, ценят клиенты. И вот, один из наших постоянных клиентов обратился к нам как-то и говорит, «Ребят, что у вас там поломалось, что происходит?» Я вот вам всегда машину отдавал, вы делали с ней все необходимое, после этого я приезжал к вам в сервис, приходил на приемку, садился напротив мастера-приемщика, вежливого, хорошо разговаривающего, он давал мне заказ на ряд, я оплачивал и все, забирал свой автомобиль, уезжал, ездил на нем до следующего ТО. А сейчас вот мне из вашего сервиса позвонил какой-то орангутан, сказал, что ваша машина готова, вот такая-то сумма по заказ наряду у вас, пожалуйста, оплатите ее на карту, вот прям вот оплатите срочно переводом на карту, вот прям очень нужно нам, вот давайте платите прям сейчас немедленно. И, собственно, вот этот вот нестандартный способ расчета и озадачил клиента, он решил перезвонить нам, уточнить, все ли окей. И, собственно, что? И, собственно, мы-то этому клиенту не звонили. Никто из нашего сервиса не звонил этому клиенту. Ему звонили мошенники. И вот тут вот у нас волосы стали дыбом. Получается, мошенники хакнули нашу базу клиентов. То есть они видят всю информацию по машинам, все суммы по заказ-нарядам, у них есть все контактные данные наших клиентов, и они сейчас всех их прозванивают и пытаются развести на бабки. Но когда первая волна ужаса схлынула, мы начали разбираться в ситуации, все оказалось гораздо проще. Мошенники прозванивают сервисы, прикидываются скалеротиками. Здрасте, я вот вам какую-то BMW оставил в сервисе, но не помню какую-то, ну вот, наверное, X3. И еще машину отдавал водителям, и я номер водителя не помню. Вот какой там номер у водителя подскажите, потому что у меня много водителей, и я их всех не помню. И какая у меня машина, не помню, ничего не помню. Подскажите мне, пожалуйста, вообще все. Я в центр БМВ, здравствуйте. Да, это, можете меня с Иваном сходить, пожалуйста? С Иваном, да, сейчас я дам музыку. Слушай, вы, здравствуйте. Да, что там, Иван, уточнили по поводу машины? Так, пятерка там была, да? Да, да. Пятерка. Да, вы нам сегодня ее пригоняли, да? Да, да. Так, мы там ТО делаем? Да, 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 да. Да, она когда быть готова? Так я же звонил в водитель с машины, и мы с ней обсуждали, что он вечер разберет. А, он вечер? Это, брат, я ее пригонял, обратно свечал на телефон. Ну, она... Она готова, да? Да, она готова. Там сколько по оплате? Тридцать четыре девятьсот. Тридцать четыре девятьсот. Хорошо, так. Иван, вы по какому номеру брату вам отвечали? А, по какому должен был ответить? Там у вас, я какой номер оставляю, а то это машину вы выбрали? Не, ну, вроде... Чтобы я позвонил брату, чтобы он подъехал. Так я ему звонил, я же с ним общался. Я понял, что вы звонили. А вы на какой номер позвонили ему? Номер четырнадцать-шестнадцать заканчивается. Начало какой? Что-то совсем все не понятно. Я чуть не могу понять. Начало номера какой там? Он что сказал, к вечеру подъедет? Сейчас он все не может подъехать, чтобы забрать? Я ему, я просто деньги просил, чтобы я ему перевел. Не знаю, вы там разберитесь сами. Я вообще что-то запутался, я не понимаю. Какая-то машина, какая-то пятерка. Кто-то что-то забрать. Не понимаю. Какая-то ситуация непонятная. Ну, хорошо, ну тогда он вечером подъедет заберет. Да, давайте так и сделаем. А то что-то все неясно, непонятно. Все, хорошо, давай тогда вечером. Да, давайте. Мошенники прям бомбили, терроризировали наших мастеров-приемщиков. И они у разных мастеров-приемщиков вытаскивали по крупицам информацию о машинах, которые есть у нас в сервисе в данный момент. И в какой-то момент им повезло, и у них появилась информация вот о машине нашего клиента и о сумме, которую он должен заплатить за ремонт. А поскольку у нас сервис BMW, то суммы тут, естественно, все большие. Потому что, ну как вы понимаете, вот BMW, ну там просто вот лампочку в габаритах поменять, ну это где-то 150-170 тысяч рублей. И лампочку еще нужно ждать два месяца на заказ из Германии. Да, вот BMW они такие. Тут нужно пояснить еще тоже маленькую ловушку. Мастера-приемщики, они должны быть лояльны клиенту, чтобы клиент остался доволен. Поэтому они идут ему всегда во всем навстречу. Но, увы, вот злодеи начали пользоваться этим в своих злодейских целях. К счастью, никто пострадать не успел. Соответственно, всех мастеров мы предупредили. И больше у нас эта фигня не повторялась, как только вот начинаются подобные звонки. Ну, собственно, они на этом же и заканчиваются. Но вот последние две недели произошла какая-то активизация. Этих звонков стало в 10 раз больше, чем обычно. И вот был прям особенно настырный гражданин. Ну, вот прям максимально активный. И я попросил ребят на приемке, говорю, в следующий раз, когда снова вот услышите что-то непонятное, подозрительное, отдайте ему мой номер. Скажите вот ему все, что он просит. Дайте ему мой номер. И давайте посмотрим, что будет дальше. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню по поводу BMW, когда будет готово. А, напомню, с какой? По поводу X3 дела. X3, 3,9, который? Да. Он сейчас на мойке. Ну, нам примерно еще час, наверное. Ну, даже, наверное, кончится полчаса. Все, сколько по ценнику ориентировочно? По ценнику 78,460. Все, так номер телефона, какой наш указатель, чтобы ездил в блокад? Ну, который вы указали, номер водителя. Да, да, еще раз продиктуйте, да, еще раз продиктуйте, пожалуйста, чтобы на всякий случай. 926-185. 926-859. Нет, 926-185. Пишите. 3. 3. 6. 6. 3. 3. 7. 6. 6. 7. Твою. 6. 0. Вы чувствуете уровень подготовки этого юного специалиста? Он даже не смог номер телефона записать. То есть, ну, вообще вот, вы понимаете, что вот в его работе заполучить номер телефона клиента – это джекпот. Это просто все, тебе повезло. То есть, он наверняка там может 2-3 дня прозванивать по сервисам, и нигде ему ничего не дают. А тут ему прям все дали на блюдечке. Так он еще, блин, продолбался, не смог с первого раза номер телефона записать правильно. В общем, наконец, я ему ответил, и смотреть до конца. Обещаю, вот прям вся соль будет в самом-самом конце. Да, я звоню из автосервиса, по машине. Так. Вот, мы звоним, 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 звоним. Кашина готова, да, можно забирать. По оплате там 72 тысяча вышло. Так, а вроде бы поменьше считали, почему так много? Меньше с автомойкой, вместе со всем там. Ну, там что, на 12 тысяч мойку? Нет. Подождите, вроде я... Подождите, я вот машину отдавал, вам 60 тысяч вы говорили. Да, смотрите, 60. Да, мы рассчитывали на 70 тысяч, вышло 65 и плюс мойка. 62 тысячи вообще. А, я услышал 72. Нет, мы рассчитывали на 70, не вышла та сумма, я же говорю вам. Угу. Вот, все, так, с оплатой вы будете оплачиваться, да? Да, ну вот как обычно, машину буду забирать, оплачиваю. Что, так, ну сейчас перевод этот раз можете оплатить, чтобы я заказ на ряд, честь гарантию выдал, выписал пока? Нет, не смогу. Ну вот, машину буду забирать, приеду, оплачу, как обычно. Я понял, ну нам нужно сейчас оплатить заранее, как, понимаете, заказ на ряд составлять? Вот, нам 50 процентов нужно, 50 процентов. Так, а я не могу это сделать вот через полчаса, когда будет забирать машину? Я понимаю, нам 50 процентов, 32 тысяча всего лишь, ну значит. Ну хорошо, вот через полчаса я до вас доеду и буду оплачивать. А, хорошо, а как нам потом до констаря закрывать? Я, честно говоря, не знаю, вы работник автосервиса. Вот, поэтому я же вам звонил, мне просто, чтобы заранее, чтобы я успевал, подрасчитывал, понимаете? Вот, нужно заказ на ряд, нам 50 процентов нужно, и все. Остальные услуги здесь по факту дадите. Так, нет, честно говоря, пока я ничего не понимаю. И вообще, где Михаил? Вот, я машину отдавал мастеру Михаилу. Так, ну тогда Михаил, если вы помните, я не первый раз у вас в сервисе, мы... Я понимаю, вот, я все прекрасно понимаю, вы тоже должны нам доверять, правильно? Так. Вот, поэтому вы сейчас просто сомнение к нам несете, недоверие какое-то. Мы проверим машину, вы машину, вот раз, когда вы делали у нас, какая-то проблема была? Не было, все всегда отлично, у вас в автосервисе обслуживается так. Вот, вот, поэтому вы не переживайте, нам 50 процентов сделайте оплату, и все. И будем взять ваша приезда, заказ на ряд сейчас будем закрывать, все, как вы делали. Я вам сделаю стопроцентную оплату, и даже чьи вы оставлю, как я обычно это всегда делаю. Вот, когда приеду к вам в сервис, оплачу, я не пойму просто, в чем проблема-то. А в чем недоверие? Можете сказать сейчас? Да. Вы опять стали пропадать. Да, вот сейчас слышу. Да, я бы из цеха вышел. Давайте я вам выключу эту информацию, хорошо? Да. Смотрите, нам нужно просто, что-то как наряд закрывали по машине, потому что сейчас у нас идет расчет. Расчет, как идет. Кто делал у нас в машине, как, что, понимаете, расчет идет. От администратора приехал, расчет сейчас делает. Слышите меня сейчас? Так, расчет у вас идет там какой-то, так. Вот, расчет, потому что, смотрите, расчет идет у нас каждую неделю. Расчет. Как вы у нас все работаете, не сижали бы, не сжали бы, не сжали бы. Понимаете, как, да? Так. Вот, вот, нам нужно, чтобы заказ наряд по мне закрыть, что про нас ходил были хорошие. Сейчас администратор проверит, про вас ходит, что все хорошо и все. Чтобы все заказ наряды были на закрытии. Так, смотрите, я уже через 20 минут вот у вас буду и вам подойду и оплачу. Смотрите, я сейчас вам скажу, перевод с карты на карты вы делаете у нас сейчас, потому что перевод с карты на карты. Почему сейчас вам говорю? Что пока мы наличку не можем взять, просто переводом с карты на карты. Потому что, смотрите, у нас и ваша, и не только ваша машина, и другие машины здесь все переводом сделали. Так, стоп. Я могу уже через 8... Смотрите, я вот сейчас еду в такси, мне уже 18 минут до вас осталось. Я втоню. Вы опять куда-то стали пропадать, Михаил. Сейчас, меня слышно сейчас? Да. Давайте руководителю, сейчас передам телефон, поговорите с руководителем. Давайте. Что он скажет? Возьмите. Алло, да, добрый день еще раз. Меня зовут Андрей, руководитель сервиса. Еще я могу помочь вам. Так, еще раз повторите, пожалуйста. Я говорю, руководитель это от сервиса. Почему ты до палати с моим сотрудником? Ты до палати с моим сотрудником. Ты до палати... Что у меня с сотрудником? Что вы не можете поделить, что вы там говорите, что-то не переводите, ничего. Что вы употребили? Что вы употребили? Что вы употребили? Ага. Поможете повторить слово, которое вы употребили? Внезапно вдруг то ли забыл родной язык, то ли вспомнил родной язык, запаниковал и бросил трубку. Вот на столечко, вот уже почти деньги в кармане были, вот уже почти можно было их пощупать и... Не знаю, что сказать. Вообще, мне показалось, что это вот конкретно это вот не самые сообразительные ребята. Вот они больше, мне кажется, на энтузиазме работают. После того, как подключился главный и все обосрал, потом запаниковал и бросил трубку, они позвонили в третий раз. Но в третий раз они перепутали номера клиента, которого должны были развести, и сервиса. И позвонили в сервис, и, позвонив в сервис, начали представляться сервисом и просить предоплату. А в конце еще и обиделись на то, что у них ничего не получилось. Слушаю вас, здравствуйте. Да, здравствуйте, это Саттпица звонил, Михаил. А, да, какой автосервис, подскажите? По поводу БНВ. Какое БНВ? Которого оставили машину БНВ. Ну, у меня их три, какая из? Которого из 71 тысяча. Какой, какой еще раз? 72 тысяча поплатили. Ага, ага. А из какого сервиса, напомните? Че вы вы***етесь, ребят? К***е об***мами. Ну, я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. Собственно, что? Собственно, вы все слышали? Вот так происходит развод. Будьте внимательны. Какие могу дать советы общие? Не берите, не отвечайте на незнакомые телефоны. Ну, вот вы куда-то отдаете машину, запишите номер, спросите, с какого номера вы мне будете звонить. Я внесу этот номер в спам-фильтр, и вы мне сможете дозвониться. А все остальные номера лесом, в телефоне, в настройках, прям есть такая вот галочка, можете поставить. Все незнакомые номера, все нафиг. Все, кому нужно, он с вами свяжется, поверьте. Ну, и общая рекомендация, которая стопудово вам поможет в жизни, исключите из своего круга общения людей, которые не доучились до пятого класса в школе и не знают правил применения предлогов из и эс. Даже если это не мошенники, все равно это вам поможет и будет во благо. Просто заблокируйте номера этих людей. Я звоню из автосериса по машине. Мы звоним... Это с от... ты созвонил. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Желаю всем вам ездить, только на хороших машинах. Будьте бдительны, потому что мошенники реально задолбали. И, кстати, да, после того, как я в прошлый раз выложил ролик про мошенников, реально, они просто затерроризировали все мои учетки. Пытались увести аккаунт гугловский, YouTube, телегу, Instagram, абсолютно все. Поэтому, если вдруг вы у меня в телеге... Кстати, не забудь на нее подписаться. Увидите какой-то пост, что, типа, авторевизор объявляет сбор. Перейдите все по какой-то суперссылке, еще чего-то. Просто, знаете, вот если какая-то подобная фигня будет, это просто взломали мой акк и все. Вот. Поэтому будьте бдительны, и даже в проверенных источниках могут быть какие-то непонятки, но вот просто потому что мошенники копают, не спят. Кстати, да, в прошлый раз, вот когда после ролика про мошенников, буквально через несколько часов сайт задедосили. Поэтому, если сайт авторевизора недоступен, ну, значит, в колл-центре посмотрели этот ролик. Еще важный момент. Ребят, у меня появился ВК. Именно появился. До этого у меня ВК не было. Если до этого где-то был ВК Кирилл Чернов, авторевизор, еще что-то, это не я. Вот я буквально несколько недель назад только создал ВК. Я там не понимаю, что там куда нужно выкладывать. Возможно, я выложил в видео не туда, куда нужно. Сорян, я реально не разбираюсь в ВК. Поэтому, если вот в ВК происходит какая-то ересь, это я. Это я, я просто старый, и я не разбираюсь. Я не понимаю, как он работает. Но надеюсь, что скоро там все наладится и будет как надо. Вот. Так что смотрите еще меня и на ВК. Все, обнял, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok